Я уезжала в Москву, и я говорю Казбеку, отвези его к Залине, к моей сестре. Как-то так сложилось, что не получилось его отвезти к ней, а она была с ребенком у нас. И кто-то приехал, кто-то зашел, кто-то король. В общем, как-то получилось, что отвлекли на какие-то пять минут. У нас вот прям до угла там трамвайная линия, и вот он. С одной стороны, испугался собаки, с другой стороны, там больной мальчик какой-то был. И он вот выбежал прямо на рельсы. То есть семь лет он попадает. Это мне не говорят, я в Москве. Я чувствую кожей, что что-то случилось, мне это не говорят. Я была тогда на курсах в Институте красоты на Арбате. И я купила там книжку по пластической хирургии. И я, в общем, сидела в самолете и открыла эту книгу, что-то читаю. А со мной рядом сидела женщина. Она говорит, вы врач? Я говорю, да. Она говорит, а где вы, говорит, работаете? Я говорю, да, вот в больнице Минздрава. И она ничего не... И она говорит, ой, говорит, я слышала, кто-то из детей Кудзаева попал по трамваю. Представляешь мое состояние? Я на нее, видно, так посмотрела, что она... Она говорит, ой, это давно было, я не знаю, типа... Ну, я просто это слышала. Я не знаю, как я долетела. Я не знаю, доехала до дома еле. Когда я увидела Азамата Лысого. Весь вот... Видно, как его протащила по гравию. Вот это все. Кожа вот в этом... Это просто я... Я боялась вообще до него дотронуться. Вообще. Его оперировал папа. Да, его оперировал. Это у вас во врачебной практике же, в принципе, не рекомендуется, да? Ну, вот чтобы родные люди оперировали. Ну, да, всегда тяжелее. Не потому, что ты хуже или лучше сделаешь, а потому, что тяжело. Тяжело оперироваться. Ну, он так решил. Казал, что если что-то будет не так, то пусть будут вопросы у меня к самому себе, чем к кому-то.